Итак, давайте начнем. Сегодняшнее наше с вами занятие посвящено проектированию плана кровли на основании студенческой работы. Мы будем с вами базироваться на плане второго этажа и будем делать стандартную крышу и разбираться, как формируются вообще буклоны, как делается свес крыши, при помощи каких слоев в автокаде мы это будем делать. Да, на чертеже, на котором я буду показывать, могут находиться какие-нибудь замечания, недочеты, ничего страшного в этом нет. Либо мы исправим, либо уже человек в дальнейшем исправит. Я буду на них еще показывать. Мы с вами сейчас приступаем. Запускаем программный продукт. Это будет автодеск автокад. В автокаде мы с вами открываем необходимый наш проект и уже дальше с ним будем работать. Что конкретно мы с вами будем делать в нем? На данный момент я сейчас пока себя отключу, чтобы можно было нормально выполнять проектирование, нормально выполнять моделирование. А конкретно? Я буду базироваться от плана второго этажа. Что нам необходимо с вами сделать? Зайти сначала в свойства слоя, оставить только те слои, которые нам необходимы для моделирования. Проще всего выделить их всех и отключить все слои. После того, как мы с вами отключили все слои, какие слои нам нужны с вами и которые мы с вами оставляем включенным? Оси. Здесь зачем-то обозначение осей тоже сделано было в отдельном слое и на самом деле мне их придется еще найти. Вот это круг у молодого человека был. Дальше, что нам еще с вами потребуется? Высотные отметки нам с вами не нужны, штриховки не нужны, сантехприборы не нужны, размеры на данный момент не нужны, разделители помещений тоже, площади нет, перегородки нет, нам нужны только основные несущие элементы. А конкретно это несущие. Нам нужна облицовка, чтобы общий контур показать. Нам нужен утеплитель, чтобы потом от него избавиться. И пускай оставим название чертежа. С названием чертежа мы еще с вами поработаем немного. Я закрываю свойство слоя, сейчас мне пока он не нужен. Копирую план второго этажа. План второго этажа, копируем, переносим его в правую либо левую часть экрана. Я копировал просто Ctrl-C, Ctrl-V, это немножко неудобно, я хочу, чтобы они остались на одной прямой с планом второго моего этажа, чтобы мне потом можно было чего-то нормально редактировать. Вот он мой план второго этажа. Чтобы не запутаться, я его переименую сразу же в план кровли. План кровли мы с вами переименовали. Что теперь нам сделать дальше необходимо? Мы сейчас с вами заблокируем для изменения слой с осями нашими, чтобы случайно их куда-то не передвинуть. С обозначением осей. И соединим все необходимые элементы в единый контур. А для этого я просто объединяю все вырезы в моем проекте. Просто объединяю все, чтобы вырезал. Чтобы образовывалась единая коробочка. Продолжение следует... Объединяем контуры. Объединяем, объединяем контуры и внутренние контуры тоже. Зачем мы все это делаем? В дальнейшем мы с вами покажем основной контур несущих элементов пунктирными линиями. Нам нужно показать на что опирается наша крыша. Напоминаю для тех, кто смотрит, мы с вами создаем базовый план кролли для студентов, обучающихся по программе основопроектирования зданий. Это для первого курса. Это самые базовые элементы, которые необходимо знать для моделирования. Что я теперь делаю? Выделяю все, что получилось по моему проекту и нажимаю функцию расчленить. Мне нужно разбить элементы. Теперь я удаляю все, что не нужно. Они нужны мне все контуры, которые у нас были в несущих облицовке и утеплителе, чтобы осталась только внешняя граница моей облицовки и внутренняя граница моего основного несущего слоя. Мы их покажем в дальнейшем пунктирными линиями чисто. Я изначально заблокировал слой с осями, поэтому они у меня не удаляются при выделении. С внутренним контуром проделаем то же самое. И воспользуюсь функцией обрезать. Да, работаю в 20 версии программного продукта Autodesk AutoCAD. Теперь я соединю в единый замкнутый контур поле линий. Функции соединить. Теперь для дальнейшей работы мне необходимо сначала создать нужные мне слои. А конкретно я буду сейчас создавать слой план кровли и буду создавать слой для невидимого контура моих основных несущих стен. Но, однако, обратите внимание, если я посмотрю на план моего второго этажа, здесь чего-то определенно не хватает. В обоих направлениях больше 6 метров. В обоих направлениях. Поэтому здесь чего-то нужно на самом деле поставить. Возможно, на плане второго этажа проще всего было разместить здесь по центру колонны. Но не суть важна. В дальнейшем уже все, кому необходимо, разберутся. Теперь что я делаю? Захожу в свойства слоя. Создаю два новых слоя. Первый слой у нас будет называться план кровли. Он будет у нас видимым. Он у нас с вами будет толщиной 0,5. Continuous, то есть непрерывная линия. И цвет выбираем любой, который был не задействован на данном плане. Они могут повторяться по остальным чертежам. Потому что сейчас утеплителя у меня нет. Мне достаточно использовать просто другой. Сделаю его сразу же активным, чтобы не запутаться. Слой план кровли делаем активным. Создаю еще один слой. Контур. Контур несущих можно написать. Контур несущих стен, либо несущие стены невидимые. В зависимости от того, что вы хотите этим сказать. Не забывайте, что во всех слоях вам нужно в первую очередь разбираться. Я создаю контур несущих. Подразумеваю то, что это будет пунктирными линиями отображаться контур моих основных несущих стен на плане кровли. Напоминаю то, что мы с вами на плане кровли работаем с основной только частью крыши. Мы на ней не увидим крышу, которая располагалась на втором этаже. Она будет закрывать межэтажное перекрытие с первого на второй. Мы работаем только с основной частью крыши. Что у этой линии? Ее можно сделать, во-первых, черной. Она уже нам не помешает. Толщина ее 0,25. Тип линии. С типом линии нужно не торопиться. Мы загружаем новый тип линий. Называться она будет невидимая. Для данного масштаба 11 нам необходима линия типа невидимая. Окей. Подгружаем. Выделяем. Нажимаем окей. Линия невидимая. Итак, у нас с вами два контура получилось. Закрываем свойство слоя. Выделяем все, что у нас с вами получилось по нашему проекту. То есть, вот они оба контура. И перегоняя их в слой невидимая. Мы уже дальше. Либо контур несущих. То есть, назывался он контур несущих. Теперь, что я должен сделать. В первую очередь, мы с вами работаем с нашим планом кровли. Напоминаю, что у крыш, в зависимости от их типа, бывают плоские эксплуатируемые, плоские не эксплуатируемые крыши. Напоминаю, что плоская крыша называется та крыша, у которой уклон меньше либо равен 10 градусов. Все, что больше, у нас уже скатной крышей является. Поэтому, у вас крыша может быть также и без свеса. На этом нужно смотреть по заданию. У каждого на листочках можно увидеть свой домик и понять, у него вообще есть свес в крыше или нет. Если рассматривать базовый свес крыши, то на Moodle форуме уже было указано, что там свес от 500 до 900 миллиметров. Как он подбирается? Я сейчас пока себя выключу. Как он подбирается? Если у вас достаточно маленький объект, то крыша со свесом 900 миллиметров будет смотреться в большинстве своем как гигантская шляпка гриба на маленьком домике. Это будет смотреться не эстетично. Вы подбираете ее собственноручно в этом промежутке от 500 до 900 миллиметров. Если у вас домик маленький, то для него лучше сделать маленький свес. Напоминаю, что у вас может быть вообще без свеса крыши, и это такое тоже может быть. Что мы делаем теперь для моделирования? Выделяю самый внешний контур. Мой объект достаточно маленький, я произведу свес крыши так, как я его вижу. Смещаю внешний контур на кратный 100, лучше делать на самом деле, но можно и кратный 50 выполнять. Я сделаю свес крыши не 500 миллиметров, пускай будет что-то среднее 600 миллиметров. 600 миллиметров. Прошу прощения. Вернусь назад. Нет, здесь. 600 миллиметров. Теперь что я буду делать? Я выделю данный контур и перегоню его в слой, который мы с вами создали под названием «План Крули». Вот он у нас. Крыша и все ее изломы будут отображаться толстыми линиями на плане Крули. Это абсолютно верно. Что нам необходимо сделать теперь? Во-первых, я могу сейчас включить все слои, потому что мне они уже не помешают. И мне нужно разобраться, где у меня на плане второго этажа, скопирую точнее их, были вент-каналы. А были они в двух местах. Раз. Два. Выделю их. Сейчас посмотрю, они не заблокированы. По-моему, они заблокированы. Разблокирую их на всякий случай. Выделяю оба моих вент-канала и нахожу, за какую линию я их могу на самом деле перетащить на свой план Крули. Потому что мне их потребуется еще образмерить на самом деле. Я воспользуюсь функцией копирования после их выделения и зацеплюсь за пересечение двух осей. Конкретно это ось В и ось 1. И переношу ее сюда на пересечение ось В и ось 1. Вот таким вот образом. Что я делаю теперь? Изломы. Рассмотрю. Замечания сейчас я не буду вам показывать. Я рассмотрю, как будут расставляться основные размеры. Потом еще поговорим с вами в следующих видео о размерных цепях. То, что у нас с вами очень много замечаний было. Особенно по предыдущей аттестации. Но сейчас поговорим о том, что необходимо дальше сделать по крыше. Вы смотрите на свое графическое изображение. Вы смотрите на свое графическое изображение. У вас можно увидеть домик, крышу целиком. Либо ее часть. И представить, как они будут выглядеть ваши изломы. Они в смысле изломы. Да. Окончательный вид крыши мы с вами сможем сделать только когда сделаем 3 основных фасада. Даже 4 нам нужно, чтобы потом в дальнейшем уже подредактировать крышу. Поэтому теперь все, что мы с вами выполняем, крышу, которую мы с вами делаем, она будет только предварительная. Итоговая версия крыши у нас с вами появится после того, как мы сделаем все фасады. А еще больше появится, когда мы сделаем разрез. Нам нужно будет каждый раз фасады и разрезы регулировать. Что я сделаю теперь? Я сейчас покажу основные изломы. Если предположим, у меня стандартная 4-х скатная крыша. Процент я считать не буду. Да, вспоминаем у нас с вами процент, длина отрезка, на сам уклон. Там смотрится у нас с вами по формуле. Все это у нас было на Moodle курсе. Сейчас я только покажу направление ската и как определяется направление ската. На примере двух изображений графических, пока себя вырублю. Для этого я рядышком со своим проектом сделаю стандартный вообще вид. То, что у вас у всех были проблемы. Плоская крыша, обычная крыша. Покажу ее на примере 4-х скатной. Раз, два. Стандартная 4-х скатная. И в примере на плоской крыше на прошлой аттестации возникали вопросы, как ставить стрелочки. Я их сейчас рисовать не буду, я буду пользоваться выноской. Многие ставили кто... Сейчас выключу ортогональное ограничение перемещения курсора. Кто так ставил стрелочки? Кто ставил стрелочки вот так? Как определить, куда уклон наших стрелочек нужно ставить? Вот она стрелочка. Я выносками это делал, вы делаете так, как нужно было написано на форуме. Как делается этот уклон и как вообще определить? Вот это излом, линия наша основная, это грубо говоря ребро нашей крыши. Если я посмотрю сверху, то на самом деле это будет просто возвышенность. То есть если я сделаю проекцию. Как вы должны запомнить? Вспоминаем горный хребет какой-нибудь. У вас вот он простирается над всей поверхностью. В итоге у вас вот это максимальная высота. И дальше пошел скат. Если я стрелочку ставлю таким образом, подразумевается то, что вот этот угол находится выше, чем вся вот эта часть. И вот этот угол намного ниже, чем предыдущий весь участок. Если вот таким образом, у меня вот эта самая максимальная часть самая высокая, тогда излом немного не корректен. Тогда у вас получается вот эта плоскость от этой плоскости будет вообще никак не стыковаться. Вот здесь ребро, ступенька получится. Поэтому если я делаю излом по центру, то как я буду показывать направление движения ската? В большинстве своем это перпендикуляры, стрелочки перпендикуляры к направлению излома. То есть и вот сюда у меня будет стекать моя крыша. Ой, вода с крыши. Вот сюда куда-то будет стекать моя вода с крыши. Достаточно всего лишь одной стрелочки на плоскость уклона. Представляете всегда, что вы изображаете. Если рассматривать стандартную четырехскатную крышу, то... Ой, не той стороной. Уклоны. Приблизительно они будут выглядеть именно таким образом. Вот она стрелочка. Я сейчас через свойства настраивать ее не буду. Что нам сделать необходимо теперь на плане крыши? В первую очередь показать основные размеры. А конкретно перейду в слой размеры и буду расставлять основные линейные. О размерах я еще поговорю в другом видео, в котором будет рассмотрено все ваши основные ошибки, которые возникают. И через аннотации функция продолжить я расставлю остальные размеры. Излом. Габаритная цепочка. Здесь она предельно простая. Раз. Я ее сразу же расставлю со всех четырех сторон. Два. Три. Четыре. Здесь доставлю оставшиеся размеры. Теперь то, что касается нашего вент канала. Мне нужно показать габарит вент канала. Прошу прощения. Я забыл, что у меня размер уже я проставил, а новую не привязал. Габарит сам вент канала. И привязка вент канала к ближайшей оси. Это обязательно условие. Если у вас куда-то наложилось на стрелочку, либо на какой-то другой элемент, размер лучше всего сдвинуть. Дальше. Если есть возможность на чертеже показать эту привязку с двух сторон. Ну, чтобы строители знали, где у вас вторая грань располагается. Если нет, достаточно всего лишь образмерить сам вент канал. Но у меня здесь достаточно большое пространство, поэтому я поставлю привязку с двух сторон. Вот таким вот образом. Мне нужно так сделать с каждым вент каналом. Раз. Два. И привязку. Что мне еще не хватает на плане кровли, на самом деле. Это показать с принципиальных четырех сторон с вес моей крыши. Как вы помните, я стоял 600 миллиметров. В данном случае с четырех, потому что у меня крыша, на самом деле, достаточно простая. Если у вас крыша какая-то ломаная, имеет сложную фигуру, со всех основных изломов вам нужно поставить вес вашей крыши. Ну, давайте стрелочки отредактирую, чтобы они смотрелись более эстетично и больше подходили на ваши. Я буду делать... Нет, не буду, потому что в противном случае вы сделаете ту же самую ошибку. Оформляйте стрелочки так, как было написано на форуме, на портале. Это основной вид нашего плана крыши, основная его часть. Что нам необходимо также помнить для плана кровли? Мы на плане кровли оставляем только те оси, которые задействованы для его моделирования. В данном случае у меня все оси задействованы для моделирования. Но если бы у меня здесь не было вот этих стен, внутри вот этих по оси 2, по оси B, я бы мог убрать спокойно ось B и ось 2, потому что стен у меня бы не было. Напоминаю то, что остаются только те оси, которые необходимы для моделирования. Сегодня мы с вами в первую очередь на данном видео научились строить саму крышу, самую банальную. Если вам необходимо построить более сложную крышу, вы должны сначала посмотреть на графическое его изображение в задании. У некоторых есть даже ссылка на свой домик, чтобы можно было его посмотреть со всех сторон. Вспоминаем то, что мы делаем более-менее стандартные домики, и у большинства крыша либо плоская эксплуатируемая, либо плоская неэксплуатируемая, либо у кого-то скатная, причем односкатная крыша. Никаких сложностей там не должно возникнуть. По вопросам, как оформляются стрелочки корректно или нет, можно задать вопрос на нашем форуме. Это в первую очередь. Напоминаю, что данное видео делается для студентов первого курса политехнического университета. И дальше уже возможно я буду как-то расширять канал, именно связанный с моделированием и с построением. А так, то что касается видео по базовому проектированию крыши, у нас пока все. В следующем видео будут рассматриваться основные ваши ошибки, которые возникали при аттестациях. Всем спасибо и не болейте.